Испытание стабильности образ грядущего сквозь призму такого важного региона, как Омская область. Мы вместе со страной достигли возраста 33 лет, когда уже можно делать выводы. Здравствуйте, это проект Омск. Наша эра. Сегодня год 2012. Третий срок Путина, бессмертный полк, кризис в Европе. Шойгу министр обороны Полежаев ушел. Работу в таком важном регионе, как Омская область. Завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. В туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Я укажу. Своё дело, дело честно. Главная перестройка. Владимир Путин в марте 2012 года побеждает на президентских выборах. В первом туре он получает более 63% голосов. Люди голосуют за великую Россию и сильного президента. Спасибо всем, кто сказал «Да! Великой России!» Я вас спросил однажды, мы победим? Да! Мы победили! Да! Мы победили в открытой и честной борьбе. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы победили в открытой и честной борьбе. Но это были не только выборы президента России. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Это был тест на политическую зрелость, на самостоятельность, на независимость. Мы показали, что нам действительно никто ничего не может навязать. Российский народ прошёл этот тест, можно сказать, отстоял свой суверенитет. Попытки раскачать ситуацию на площадях, используя майданные технологии, провалились. Народ сделал свой выбор и поддержал национального лидера. Достаточно много сил, которые не хотят укрепления России. А кто-то есть в стране, кто или не понимает, что-то не хочет понимать. Думает, что можно было бы сделать по-другому и было бы лучше. То есть питательная среда для выражения другой точки зрения, не отличная от той, которую осуществляет ваша покорная слуга, она всегда есть. Поэтому ничего здесь для меня удивительного и неожиданного нет. Я к этому привык, можно сказать. Нельзя подменять понятия, нельзя за двумя-тремя деревьями леса не видеть. Так же, как нельзя не понимать, что да, есть люди, которые с чем-то не согласны. Они имеют право на то, чтобы свою точку зрения выразить так или иначе. Повторяю, конечно, в рамках закона нужно действовать всегда. Но нельзя сделать вид, что это все наши граждане. Наоборот, подавляющее общество поддерживает. И вот это дает основания заниматься той государственной деятельностью, которой я занимаюсь до сих пор. Родиной акции «Бессмертный полк» в 2012 году становится Томск. Люди выходят с портретами своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Шествие проходит по центральным улицам и площадям. На следующий год ее поддержат 100 городов. Так зарождается новая традиция на 9 мая. Праздник со слезами на глазах – это тот день, когда вспоминают великое поколение победителей. Родители, дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Каждой российской семье есть кого вспомнить и поделиться этим со всей страной. Герои живы, пока их помнят. Еврозону сотрясает очередной кризис. Греция не может платить по долгам. Более богатые экономики Европы обсуждают, как помочь грекам. Все нулевые страна жила в долг, но ее дефолт чреват последствиями для всей еврозоны. Это минусы глобализации, чуть что сразу следует эффект домино. Греки пускают под нож собственные зарплаты, пенсии и оборонный бюджет. 274 миллиарда евро выдают Греции в качестве кредита. Но она, по сути, находится под внешним финансовым управлением, потеряв часть суверенитета. После отставки гражданского министра обороны из-за коррупционного скандала Анатолия Сердюкова новым главой ведомства становится Сергей Шойгу. 21 год работы в правительстве в качестве министра по чрезвычайным ситуациям. В Миноборону он приходит в должности губернатора Подмосковья. Реформирование вооруженных сил продолжается. Российская армия становится более профессиональной, современной и эффективной. Генерал армии, герой России, Шойгу пользуются больше поддержкой у военных. Первый губернатор Омской области Леонид Полежаев в мае 2012 года покинул свой пост. Регион он возглавлял без малого 21 год. В последнее время амичи изрядно устали от Полежаева и начали считать дни, оставшиеся до его ухода. Система в Омской области выстроена таким образом, что она замкнута по всем сферам одного человека. Вертикально выстроена культура, политика, бизнес и так далее. И если кто-то не встроился в эту систему, естественно, он может совершенно искренне ждать окончания этого срока. Потому что, понятно, никто же не хочет жить там. Он скажет, например, ну ничего, потерпи два года, губернатор там уйдет, и ты заживешь спокойно. К примеру, да, там у тебя пойдет бизнес в гору, или тебя пустят в политическое пространство, или если ты работаешь журналистом, тебя будут допускать на правительственные мероприятия. Такие люди, безусловно, есть. И в этом смысле это отражение, как бы, счетчик не из головы взят, он взят из нашей жизни. Есть люди, которые реально ждут этого, действительно ждут. Мы, думаю, встречаем их каждый день. В последние годы культ личности, сложившийся вокруг губернатора, начал приобретать уродливые формы. Например, все действия региональной власти получили название «План Полежаева», без которого будущее прииртышье оказалось невозможным. На телевидении и по радио запустили песню «С батей нам все по плечу». Полежаев сам чувствовал, что его время пребывания во власти заканчивается. Хотел провести 300-летие Омска в 2016 году, но не сложилось. Итогом правления стали многочисленные реализованные проекты, вроде моста 60-летия Победы, Успенского собора и концертного зала. А также мегастройки, незаконченные до сих пор. Гидроузел, метро и аэропорт. Первый губернатор Омской области как будто знал, как будто предвидел будущее, что после него будет возможность насладиться новым стилем управления в полной мере. Новым губернатором стал практически не имевший никакого управленческого и хозяйственного опыта директор Межрегионгаза Виктор Назаров. Если вы бронзу в моем лице видите, тогда, наверное, он прав. Так что потерпите, срок моих полномочий заканчивается через полгода, и у вас будет возможность наслаждаться новым стилем управления нашей территорией. Вернувшийся в президентское кресло Владимир Путин взял курс на укрепление традиционных ценностей, на сохранение памяти предков. Надежный товарищ главы государства Сергей Шойгу в сложный момент встал рядом, став министром обороны. Верховный главнокомандующий мог быть уверен, что российская армия будет современной, компактной и высокоэффективной. Это был 2012 год. В следующем году умер Березовский, Сирия воюет, глотать пыль в офшорах, Евромайдан и путинская бабушка. До скорой встречи. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова